здравствуйте уважаемые зрители сегодня я хочу вам показать замечательную программу для стрима которая является аналогом эксплита и при этом она сохраняет всю функциональность но обладает рядом весомных достоинств первых она бесплатная во вторых она намного менее требовательных системе она работает быстрее и собственно fps например в лоле у меня ну я не мог вставить аналогичные качества стримы как мы еще стоит в оба в bs но при немного худших настройках в эксприте у меня было около 5 fps в этой программе на намного более лучших настройках у меня 60 fps то есть судите сами что программа работает намного лучше чем эксприт собственно как и у настроить давайте посмотрим есть такая замечательная кнопка опция здесь вы можете выбрать язык у меня стоит русский язык естественно в номинале стоит английских если вы хотите поменять язык вам надо нажать кнопку применить окей и перезапустить программу то есть вначале она выглядит по-английски на русский play ok закрыть открыть все она русская придем собственно к самим настройкам первая вкладка кодирование здесь мы выбираем качество стрима еще раз повторяю программа очень не требовательны поэтому можно смело ставить очень высокие настройки стрима я выбираю качество 10 битрейт буфер яйца по пресет ну смотрите тут вам надо настраивать относительно того какой у вас сходящий канал как у вас компьютер то есть увеличивая поднимая эти настройки можно в итоге сбалансировать стрим так чтобы у вас было и наилучшее качество и стрим не фризил из например ограничение исходящего канала и артефактов не было то есть надо как так и заблансировать либо просить например друг который будет смотреть ваш стрим говорить хуже лучше ттп тепло горячо либо поставить задержку на стриме секунд 30 или минуту как вам удобнее и самому смотреть что у вас там творится для этого надо зайти ваш аккаунт он 3d если у вас он 3d допустим вкладка my live streams жмете edit по вашему каналу и вот тут выставляете стрим стрим делай далишка стрима ну а 30 на самом деле 30 60 секунд уже 30 секунд самое такое оптимальное для этого делал далее нужно выбрать настройки аудио у меня вот это у меня все стояло по номиналу так сказать можно битрейка что поднять то в принципе меня все устраивает качество качество звука тут отлично в отличие от ну такой же как в экспрете заплату так сказать далее выбираем настройки вещания здесь мы выбираем канал он трд и ну скорее всего будете стримить через он 3d выбираем его имя канал задается сама далее надо play по в стримке это такая интересная штучка берется она опять-таки там же демонстрировать ставили задержку если ставили есть кнопочка show на эту кнопочку мы нажимаем и там появляется набор буков и цифры этот набор буков и цифр мы никому никогда не показываем потому что с помощью этого набора можно стримить спокойно с вашего канала кто угодно грубо говоря сможет стримить поэтому это вещь приватная мы ее записываем сюда она шифруется сразу выбор сервера я так не понял что от этого зависит у меня стоит и сфс проблеме с этим не вижу далее идет настройки видео мы выбираем либо поддельское разрешение это будет именно разрешение стрима либо ну да да либо выбираем разрешение у меня например разрешение соответствует моему монитору здесь можно выбрать какой монитор будет использован для стрима то есть если у вас больше одного монитора рекомендуется естественно ставить разрешение такой же как у вас монитор что будет проще так сказать ну и можно здесь выбрать fps на стриме и отключить тему аэро что лучше делать потому что могут возникать некоторые проблемы аудио настройки тут все просто надо выбрать откуда у вас идет микрофон например на меня идет из наушников у меня я выбираю эту опцию нажимаю ok далее нужно что делать создать новую сцену у меня уже не есть некоторые созданные сцены сдавать сцену элементарно просто нужно просто щелкнуть правой кнопкой мыши по окошку со сценами добавить сцену назвать ее как-то и добавить уже в этом окошке нажимаем добавить программный источник захвата тоже как-то его называем и выбираем захват экрана а вот это будет именно монитор весь ваш как бы говоря по всему разрешению будет стримиться ну тут если нажимал кем будет ругаться потому что как я понял при включенной другой программе для записи он не дает создавать новые сцены поэтому этому вы не будете делать это записывая я поэтому создал уже несколько сцен без записи есть такая замечательная то кнопка тест мы собственно будем видеть весь наш экран но при тут мы не стримы то есть можно настроить дает при ну да это устроим экран я уже добавил мой то есть это поменьше полный экран что можем сделать далее мы можем добавить например допустим стримс веб камеры я extremely с веб камерой как добавить в камеру нам сначала надо добавить нажимаем на кнопку глобальные источники и добавляем сюда камеру выбираем опцию добавить устройство в виде захвата как тему называем там камеры например и выбираем она мне называется logitech webcam c210 очень коварная такая опция надо не забыть поменять разрешение на высок а то будет там каша малыша вместо лица вашего ставьте естественно максимальное разрешение лучше и fps камеры но тут он не так особо критичен главное не ставите выше чем разрешение на стрим то что этот вот локо не будет например я поставлю все-таки 35 у себя а и нельзя даже ну ладно у моя камера не позволяет выше он она у меня уже есть добавлено что нам нужно сделать потом опять-таки щелком правой кнопкой мыши по источникам добавляем глобальный источник когда как камеру мы туда добавили их же камера камера там камера добавляется тут соответственно быть некоторые расснехрон звука и видео потому что потому что стрим как поменять расположение камеры вот так перетаскивать они перетаскиваются есть такая кнопочка называется изменить сцену когда мы нажимаем можно сделать побольше для наглядности когда мы нажимаем объекты на экране разблокируются и мы нажимая на них видим такую красную рамочку и можем их двигать начинать то есть например я поставлю камеру она очень отлично сама прилипает так сказать стенкам и по краям но как обычно можно ее уменьшить увеличить до любого размера допустим не нравится камера так я ее сохраняю и нажимаю еще раз на кнопку смеи сцену теперь объекты на нашем экране двигать больше нельзя если случайно мы ничего не передвинем допустим надо добавить лога вот хотим и стримить таким за этим возьмем к патургаться если мы лога не добавим поэтому мы жмем добавить изображение называем его логом найти и вот меня на работе в столе есть папочка логос добавляем на абсолютно любое изображение он например у нас такая катарина с кошечкой которыми всегда стоит опять таки мы ее двигаем нажимаем изменить сцену видим куда-то и в угол допустим вот в этот и уменьшая побольше над как вы как уже вам на стриме вам заблагорассудится нажимаем изменить сцену окей в принципе на самом деле мы готовы стримить у нас все работает все отличным осталось только закончить тест он выдает какую-то информацию не очень интересную для нас я например делу как но поменьше чтобы особо тоже система не грузила лишний раз потому что мне кажется лишняя загрузка системы не очень удобно нажимаем старт какое-то время будет думать когда создаем каждый раз новую сцену тем более я заметил при записи он тоже начинает подтормаживать вот записывать не будете вообще он начиная стриме буквально через две секунды после нажатия кнопки сейчас он подумает 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 додумался и все мы стриме здесь будет поражаться текущей загрузка канала сколько бурой канал она жрет видимо это какие-то дропа будут ображать если нам будете зеленым но нам она меня всегда зеленые проблеме с этим не вижу что можно еще сделать можно отключить микрофон отключить динамики или настроить и громкость может сделать еще громче но те кто пользуется их сплитом это знают что еще есть удобно есть из удобного стрима остановим чтобы нас никто не смотрел будем злыми и коварными попробуем тестить стриме для себя так сказать есть такая удобная вещь как переключение между сценами с помощью ходки у меня например назначена ну назначим на сцену тест 1 ходки правая кнопка мыши по сцене сад ходки и например f4 ok у меня уже есть ходки на некоторых сценах и собственно нажимая на ходки мы переключаем сцену все это очень удобно то есть если программа сверта все равно сцена переключается это все без проблем далее например мы хотим стримить не на полный экран вот я например зачем это нужно я стримил не на полный экран потому что меня только один монитор но я хочу при этом чтобы моим зрителям было удобнее чтобы они видели строчку с текущей играющейся музыкой и спрашивали через каждые пять минут что мне играет и т.д. и т.п. что для этого нужно ну давайте сначала попробуем запустить кастом чтобы было удобнее для понимания я только не верю что мне опять создаться сцена из-за включенной записи но все же можно попробовать как маф выполни сегодня букашка-дорокашка помпором помпом 5 окна уехал кстати до этого для тех кто стримит в окне это довольно такая известная проблема чтобы иногда окно лолы уезжает туда куда-то туда если этого программы если не ошибаюсь shift window правда я ее так у меня рук не доходит ее скачать она позволяет восстановить ну не приплеп не настраивая изображение в самом игре позволяет настроить правильно все ну восстановить окно где она была изначально если не ошибаюсь называется shift window можете погуглить поискать пока до нее мне руки не доходят а так просто нажимаете windows и опять борт вас то есть если вы стримите в окне так давайте свернем если вы стримите в окне в таком вот вам лучше всего выбрать именно настройку видеобордлесс чтобы не было рамок вот этих вот которые мешаются при стриме намного проще будет настроить например что мы делаем выбираем программу вот у меня прям есть вторая сцена я хочу добавить источник захвата назовем его 1 2 3 тут нужно выбрать не полный экран а уже конкретно область выбираем нажимаем выбрать область появляется такой белый квадрат большой надо размер белого экрана сделать именно такой чтобы он совпадал с размером нашего экрана лола мы это делаем вот так вот нажимаем на кнопочку escape у нас соответственно выбирается размер экрана но я чуть-чуть не попал должно быть 1440 на 90 на 900 и смещение области если мы нажмем окей а отлично меня все добавилось даже экран это я уберу сцену вот не сглючила она сейчас из-за записи секунду далее мы видим что у нас лол не на полный экран опять-таки нажимаем изменить сцену лол так раз растягиваем получается все шикарно черт возьми сцену все удобно все просто хорошо например хочу я опять-таки повторим пройденный материал так сказать добавляем глобальный источник камеру называем ее камера изменяем сцену ставим я ставлю камеру куда-то сюда ну я побыстрее добавлю все добавить изображение нет 1 2 3 уже занято 1 2 3 3 в таком случае добавляем кошаку ставим ее куда-то вот сюда вот или вот сюда куда хотите абсолютно изменяем сцену все у нас хорошо в апкамеру добавлено вид добавлено например зачем я стремлю в оконном режиме я могу здесь добавить плейлист текущий попробуем зайти в контакт а я уйдю записи вот что мне нужно мне нужно чтобы на экране было видно текущую строку воспроизведения до этого я увожу что куда-то в бок ну где у меня и перекрывается это окном лова то есть если на стриме это не видно ничего так далее мы добавляем еще один источник захвата называем его например аудио выбираем конкретную еще раз область нам нужен такой маленький-маленький полосочка и эта полосочка должна закрывать название песни то есть я например выбираю вот так вот нажимаем escape или enter окей и что мы видим что мы видим так хуже только стало вот тут вверху добавил строчка воспроизведение текущей песни мы опять-таки изменяем сцену можно эту штуку сделать все больше и меньше как вы хотите абсолютно подвинуть например его сюда сменить сцену и вуаля наш стрим выглядит вот так вот окно лола в окне сверху текущая песня лого веб-камера то есть все наш стрим абсолютно готов для того чтобы работать и радовать чужие взоры кто будет на него смотреть останавливаем тест и все что нужно для того чтобы начать стриме просто нажать нажать кнопку старт вуаля ну что еще можно сказать про эту программу в принципе я все рассказал об этом программе скачать ее можно по ссылке которую я укажу под видео на ю тубе используйте стримьте радуйте всех нас своими стримами спасибо за внимание пока